Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Просьба заучить наизусть этот стих. 1. 2. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле доброе или худое. Соответственно. И поэтому под этот стих наше многое православное едва держится на ногах. А вот Он умрет, а вот будем подавать, а вот будем молиться. Что Он сделал? Соответственно, несоответственно, ты работал месяц, соответственно, тебе за год не выдадут зарплаты. Соответственно. Попрошу еще раз прочитать. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христа. Всем. Не просто суд, а судилище. Это разница большая. Это такая строгость, где приговор вступает и апелляций никаких не будет. Никаких заступников не будет. Это мы перечисляем сегодня. Утренние вечерние молитвы для 77 святых. Мы православные. Но там будет все по-другому. Здесь да. Там никто не за кого и спрашивает, а как же так? Мать спасенная, а дети идут в ад. Какая же мне радость будет? Написано, что будут существования, какие во Христе Иисусе. Мать с гневом будет смотреть на них. В ней не будет чувства родства. Это все только здесь. Вот сейчас примени к тому, чтобы дети Бога знали. Чтобы дня ни одного не было, что в Библии в руках у нас не было, и мы не читали. Всем нам надлежит предстать. Судилище Христовое. Соответственно, что ты делал. Я сегодня коснусь только двух сторон. Что суд Божий. И что он справедливый. И чтобы научились защищать веру свою. То есть тема огромная. Поэтому я кратко только математические данные выдам. Слово суд. 874 раза в Библии встречается. Ты вот возьми 874 камушек каких-то, травинки. Пересчитай, сколько у тебя время уйдет. Так тысячи еще только нет. Итак, Евангелие от Иоанна 12.48. Это как за один стих считать будем. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Я многим занимался. Но когда я этот стих прочитал в 62-м году, я понял, все, прежнего нету. В это время я занимался на семи языках. Выбирал какие государства, где много людей живет. И мне это как-то давалось. И на работе все. Я понял, пустышка, ничего нету. Дым. Наша жизнь это пар, поднимающаясь на краткое время и затем исчезающая. В шараме еще я об этом говорил. Слово его будет судить. Там непременно судить, а теперь показывает. Вот как. Когда готовится к экзамену, то заранее есть вопросы и как ответы давать будешь. Ну на экзамены идут. Не просто так. Он может спросить то, что и не проходили по программе. По слову его. Я Библию уже из рук не выпускаю 61 год. Чтобы вот это сказать, я Бога выпрашивал. Где-то мы бываем днем. Передо мной стоит. Воскресенье приближается. Я все еще не определился. У меня сотни проповедей заготовлены. А я, может быть, кончусь сегодня. Не успею это сказать вам. Потому что на нас многие смотрят. Я говорю, я дам математические выкладки, чтобы вы научились доказывать. Ну говорят, Бога нет. Попробуй докажи, что Бог есть. Да это люди выдумали. А если Бог есть, то нам везде бы одинаково верили. Бога нет. Но что интересно, из 150 псалмов, один псалом, 13-й, повторяется 52-м. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Безумец. Ну, безумец это дурной человек. А причина какая? Точка. А они развратились. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добра ни одного. Дома прочитайте. 13-й псалом. Невозможно считать. Господь какой больше всего грех ненавидит. А за что Содом и Гаморра погибли? Там и дети были, были жены. Там жил праведный человек. Все пошло перед ногами. Вдруг небо пролило дождь огненный. И это все ушло под землю. И ученые не могут никак найти раскопа. Где-то на дне моря. Мертвое море называется. Там ни одной рыбинки нет. Вот это гей-парады и прочее по всему миру. Узаконены однополые браки. То есть глаза, кажется, разбежку. Это как же так? Мужчина разжигается похотью друг на друга. Оставит употребление женского пола. Это говорит пославие к римлянам. Это более ужасного греха окажется небо. Против этого смертельно боролся и Сталин, и Гитлер. Главные преступники мира, как считают. А они это понимали. Если человек был замешан, его не лечили ничего. Недавно один, видимо, из Америки приехал уже 20 лет. Ну и на меня послали его. Я, говорит, вот тягу имею к своему полу, и никто не может вылечить. Я говорю, я знаю лекарства. Сто процентное излечение. А что нужно для этого? Деньги нужны. Билет купить я найду. Итак, едешь в Саудовскую Аравию. Что? Ну и скажешь. Решусь. Больше сейчас с тобой разговаривать не будут. Ты твердо принял решение. Отстать не можешь. Нет больших на голову. Десятый этаж, они с головой. Все. У них нет ни одного такого. Нету нигде. Ни одного пьяницы нету. Ни одного аборта нету. 1400 лет. Ни одного. А у нас каждый день, каждый день в Российской Федерации 20 тысяч абортов. 20 тысяч. Нам есть о чем задуматься, о чем молиться. Я вчера просил, мать, она бабушка оказалась, я еще раз проверил. Сын год поручился в университете, оставил. Я хочу воевать. Ну, известно, куда воевать. Туда. Они буквально не знают, что делать. И кто-то подсказал ко мне выйти. Я говорю, помолиться надо. Я перед вами на коленях стою, помолитесь. Я сразу ответил, буду молиться, и буду молиться в храме. Звать его Александр. Она с большими слезами, мать, просила. Я к вам обращаюсь, где двое или трое согласятся. У нас живая вера. Человек обращается о большой беде. И больше никого нету. И этот Александр, он отжил сразу. Взявший меч, который мечом трудится, убивает, будет убит. Тринадцать десять откровения. К слову сказать, вчера я закончил. Вот один откровение из трехтомника. Сделал расширенный, ни слова не добавляя. Где места из Библии, это отец Геннадий Пас составил. Он начинает, что по моему благословению, в доме, к которому я обратился, мое имя, фамилия называет. Ищут им два раза, ну, шрифт такой. И где места из Писания. Я много знал толкований таких. Считал сектанские, католические. Но тем, что написал отец Геннадий Пас, не он писал, Дух Святой. Только ссылок на Библию. Только ссылок. Три тысячи триста тридцать три. Я сидел, считал сколько. И главное, четыре тройки. Вот задумываешься, случайно это или нет. Кто-то делал это, не делал. Мы выпускаем книги. Ну, как-то ж, одного цвета не так. А здесь, вместо, одно за другим. Почему он родился в этом? Он знает Писание. У него огромная мирская грамота. И здесь. Я попутно это говорю. Я вам скину всем материалам эти. Посмотрите внимательно, почитайте. Лучшего не существует. По моим меркам. Почему? Основания два, три, там дадут на Библию. Три тысячи ссылок только в толковании на Поколимпсис. Это вообще. Итак, Бытие 18.25. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудным. То есть, в ветхом царе Бог поступает справедливо. А как доказать, что Бог есть? Златоуст говорит, Бог справедливый? Ну, это все говорят. Ну, если он сотворил мир, галактики, конечно, это и сына отдал единородного. Да, справедливый. А на земле есть справедливость? Что за вопрос? Да на каждом шагу тебя обманывают. Гнилой товар здоровый там, но и в школах, и везде обманывают. Так вот это означает, что Бог справедливый. Эта справедливость на земле не торжествует. Вы утверждаете? Да. Значит, она в другом месте. Она восторжествует. Где? Суд Божий. Видите, какой поворот надо сделать и показать. Сейчас-то говорят, а вот Чарльз Дарвин доказал, что человек от обезьяны, и поэтому никто его не творил. В первую очередь, он не доказывал. А доказывал только одно, когда если бабочка там, где, как в Лондоне, много туману, дыма, и она более серая делается, больше ничего не доказывал. Он был старостой церковным до смертного часа. Все остальное оказалось сегодня сатанинской ложью. А я сегодня как раз покажу, что вот эволюция, то другое. Эволюция, если эволюция, она бы все одинаковое сделала. Ну, бывает где-то там, больше, меньше, недавно ребенок родился, 70,5 килограмм. Ну, только кесаря по-моему. А к 5 годам она одинаковая, как и остальные. То есть бывает так, что-то меняется. Я дам статистику, если вы не слышали это. Как мало мы знаем, да почти ничего не знаем, сколько у Бога разнообразных творений, растений, насекомых, птиц. И все это высчитано. Итак, Бог только справедливо поступает. Книга Иова 1,8. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Справедливый, удаляющийся от зла. Вот характеристика. И похвалился им Бог, потому что это его чадо, его сын. Вот сегодня скажут, а какие лучшие качества ваших детей? Ну, ты по-своему видишь. И может быть, правильно даже. Но тут Бог перед сатаной похвалился. Поступающий справедливо. Эти качества надо выпросить у Бога. Всегда. От родственников. Да, закон государственный с меня что-то допрашивает, а там против меня. Я имею право не говорить. И на родственников не говорить. Закон как. А у Бога не так, кто бы ты ни был. Сознайся сам. И кто бы тебе ни был против, ты должен сказать им. Иначе 3.18 языки или хомут на шею. Ты видел, не сказал, его кровь с тебя защищу. Видите, законы не сходятся. Но закон сегодня вот такой есть. Далее. Псалом. Одиннадцатый Псалом придется прочитать. Он коротенький такой. Он весь направлен на объяснение этой темы. Спаси Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами и человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему. Усталь, стивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все усталь, стивы, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных, ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого ловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда они ничтожные, и сынов человеческих возвысились. Говорят, нас больше, вас меньше, там много и больше, где сам Бог. И вот этот Псалом один, краткий. Давид писал, он не сам писал, мы понимаем, это от Духа Святого. Притча Соломона, 28, 5. Я о справедливости о Суде Божии напоминаю, о чем речь идет. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Люби Бога, и справедливость поселяется в тебе, и я не могу по-другому сказать. Так вы-то сказали, это против вас. Я много в книгах своих опубликовал, за что меня растерзывают буквально. Ну, вы могли утаить это. Но это мой недостаток, я сказал. Да, так, я признаю, я православный, но я не совсем согласен, но я подчиняюсь. Подчиняюсь, но думаю, что могли бы вы сделать и не так, а вот так. Он святой. Святой это и не Библия еще. Многие святые, как Серафим Саропский говорит, когда меня Господь покидал, я ошибался. Так что, а почему? Да ни одной ссылки на Библию нет у него. А тут только на Откровение, ссылок 3333. Это как надо знать Писание? Я Писание считаю, знаю, насколько Господь позволил. Но тут я все это выделял. И вчера, ну не вчера, на сегодня ночью только закончил это. Сколько дней ушло. Я скрываюсь и все время его подводил к концу. Охота была разослать. И сегодня утром разослал вам всем откровением в таком виде. Ну и сразу переславился Геннадий через посыльник. Обязательно посмотрите в семье. Вы увидите, как легко теперь считать стало. Дальше. Исайя 10.1. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Видите, несправедливые решения, несправедливые суды. А то нам кажется так. А вот я возьму добряк на звонок, то тебя и заберут. А ведь давно ли это было? И главное, приняли на Верховном Высшем Совете, где Верховный Суд, везде приняли анонимные жалобы не принимать. А теперь стали принимать. В анонимных жалобах погибло не 2, не 2, не 3. 66 миллионов официально тако призванные. В войну эту погибло 28 миллионов. А за звонки за эти 66 миллионов. Один другого. Я попутно хочу сказать, что такое раскулачивание. Большая деревня тут всего-то 169 дворов было. 7 дворов, которые все имели. Ну, бывает, кто-то помогал, поплатили хорошо. А это считалось, рабы были у них. Их сослали. Вот приезжала она, вышла за Рыжого. А она на самом деле потеряла его по родственнике. Здесь была Едокия Титовна. 12 миллионов лучших тружеников нашли в стране и всех уничтожили. Когда подумаешь, с кем мы воевать собирались? Зачем? Потому что труженика сельского хозяйства, фермера, не трогал никто. Ни Мамай, ни Чингисхан, ни Наполеон, ни Гитлер. Никто не трогал. Потому что без него там и все столько тараканов погибли. А это своих. Узнавали кто. И все конфисковали. И я тогда, когда такие люди некоторые остались, я их записал на магитофор. Это открытым оком. Книга 12 тонн. Посчитайте. И даже они, звуки сохранились. А потом все перепечатали. Это невероятно. Даже люди считают, которые сегодня слушают, дают. Мы, говорит, все сегревы флакали здесь. Невозможно считать. Ничего нету. Живет все нормально вдруг. У тебя сколько коров? Это три. Клак. И дальше уже все пошло по накатанной. Детей отнимают. Гибель. Это мы русские. Нам есть о чем каяться. Притом мы уничтожили. Мы, то есть русские, это своих самых-то. Священников под корень. 1275 монастырей. Практически ни одного. 75 тысяч храмов. 75 тысяч. Ну, представь, сколько-то было священников. Все, под корень. Ничего нет. Я смотрел, как-то экскурсию сделали. Президенту Российской Федерации, Бутова. Проводят его. А он сам из КГБ, полковник. Ему показывают. Вот она была ночью. В Москве 110 священников арестовали. Привезли, расстреляли. Какое-то обвинение было. Да никто не разговаривал. Уничтожить религию. И он ходил от одной плиты имена где, на другой. Да что же это? Да не может быть. А я слышу, а ты же в этой системе работал. Только в другое время. Тебе пришлось бы это делать. Это мы. И мы должны теперь каяться за тех, кто это делал. Это наши прадеды были. А это у нас не нужно. Так всегда делали. Всегда. Я места привожу. И жития святых. Малюту скоро-то послал царь и задушили митрополита Филиппа. А теперь его уже правных Алексея-то просит за деда, за неуевную ярость его. И так было с мощами Златоуста. Далее. Иеремия 5.28 Сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру возле. Не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому суду нищих не дают суда. Справедливому делу нищих не дают суда. Ну почему тут жирные-то? Слова-то какие. Я вспомнил, милист Руртель Дердул-Галеб сказал, пузатых, жирных, уволить из милиции. На официальном приказе слово жирный, пузатый даже не встречал никогда. А что? А такой человек не будет никуда за кого-то вмешиваться. Спотой-ка думает о том, где бы еще утробу свою набить. Уже не может. Уже болеет. Все болячки на нем. Я прочитаю сегодня. А что делать? Рот закрыть. Ты же не свинья. Когда-то он говорит, город Касаде не готовится. Зачем ты это ешь? Оно не нужно. Калории никуда не делаются. Они наращивают. И поэтому спина болит. Он все время человек перегибается. Я попутно говорю. Не то, что обидеть или как, но... Писание называет их. Далее. Язык Илья. 22-29. А в народе угнетают друг друга. Грабят и притесняют бедного и нищего. И пришельцы угнетают несправедливо. 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 Это Бога избранный народ. Разные пророки. А говорят все одинаково. Несправедливость. И кончилось тем, что Бог положил конец в последний день. Бесписян и сын его Тит заканчивают блокаду Иерусалима. Израиль разбит. Детей, какие царские, всех уничтожили. И весь Израиль пошел по всему миру. И рассеяли. Несправедливость была ни в одном месте. В то время, как книга Маковейская говорит, римское государство было. А римская империя подчиняла где-то около 125 миллионов. Практически все, что здесь было. Это сегодня цифра. Не так много значит. А тогда это весь мир был. И конституция его простояла 1170, кажется, лет. А тут только за советское время сколько раз ее меняли. 1170. И все конституции мира на основе римской конституции. Насколько предусмотрели, чтобы людям было хорошо. Я попутно говорю, ну и она временная. Потому что объявила вну христианству. А в это время насчитывалось 500 разных божеств. Верили каждый как хотел. И христианам пока предложили. Вот ниша. Подставьте статую Христа. Молитесь. 500 религий. И объявила христианство, что все это демоны. И все 500 религий объявили войну христианству. И все 500 исчезли. А христианство 2 миллиарда 450 миллионов. Вот как. Почему Бог? Ну многие только по названию. По-настоящему-то исполнять посты, исполнять немного охотников. Дальше. Михея 7.4. Редкий такой пророк. Лучший из них, как терм и справедливый, хуже колючей изгороди. Вот это характеристика. Еще раз. Лучший из них, как терм и справедливый. Тернистый. Это самый хороший, который вот наши такие, это такие, это там фотографии висят, депутаты. А вот все. Терновник колючий. Нельзя подойти даже. Он обязательно укусит. Я считал об этом в том, что, кажется, там области или краю. Область, наверное. И сколько людей, которые с тюремной судимостью. Я нашелся один человек. И все там это... Мафия. И только один человек, к нему все обращались. А он добился, что его избрали депутатом. И в коляске было, и у него ноги отнято были. Другой должен согласиться в течение там трех месяцев. Или он будет делать как мы. Лоббировать кого. Что выпускать. Или тебя просто сметут. А его боялись тронуть. Он буквально сметился. И фамилии, все приводят. С ними надо поговорить как. Он один. И он поднял войну практически против всех. И все это разоблачил. Когда считали, Господи, да как же мы русские богаты такими людьми. Почему их выше-то не поднимут. Далее. Матфея. Вернемся назад. Десятая глава. С четырнадцать по двадцать стих. Это необходимо выслушать еще раз. Евангелие от Матфея. Десять, четырнадцать, двадцать. Наверное, съехал. Закратко. Десять. С четырнадцать, двадцать. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно, говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гаморской в день сюда, нежели городу тому. Не приняли просто. Наша сестра приехала здесь. Вот рядом тут клочки. Ну ее не приняли. Ну она пошла на остановку. Да что же я говорю. Да я же забыл. Тебе давай трясти, Игорь, там под Аллату, с обувью где. Там Господь нашел людей, которые были уже расположены, и что я дам тому самоту, которая обслуживала, когда я в камере был. Через эпоху, как написали в газете, встречается тот, кто отслужил, а тот, кто отбывал. Далее. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Деяние 4.19. Дух будет говорить. Ну, совсем никак нельзя. Я готовился, когда к суду, я выписал, кто что говорил. Я знаю, что говорить, а тут, которые люди были в свидетелях, и они говорили, допустим, неправильно, на основании это пригород уносился. Я приготовил все, и все сгодилось. А что говорить, я в любом месте могу сказать, как я верую. 4.19. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Вот и ответ лезь. Справедливо ли? А такие же были власти, и так же боялись их. И далее 1 Петра 2.19. Ибо того угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. И как Бог это осуществляет? А когда... Да, дальше, ну-ка, сейчас их... Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас боют за проступки? Ну вот и весь ответ. А когда велика ваша награда на небесах? Это сегодня как-то стушевается, а там выйдет на первое место. Он ни в чем не виновный. Взяли его и казнили, отрубили голову Павлу. Распяли Петра вниз головой. А там все это по-другому, все будет по-другому. Говорят, неверующие, неверующие только пока душа вышла из тела. В первую же секунду, на том свете уже у человека, он видит демонов, видит огонь. Неверующих там нет ни одного, нет. Он сразу все видит, реальность. Вот это что, призрачность жизненная, все исчезло, а теперь он там видит. И Богаич, будучи муком, поднял глаза свои и далее, считаете. Даша Римлянам 3.5. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Бог справедлив. В Новом Завете только будет 217 раз говориться о справедливости и о суде. А вот о справедливости. В Новом Завете отдельное слово справедливость я посмотрел 100. Ровно 100. Теперь вопрос к каждому. Вы видите, как нам мешают комары? Какие придумали там способы? Сколько существует насекомых? Если насекомые, они бы все одинаковые были, если бы революция-то была. От двух до восьми миллионов разных. Ты миллион-то знаешь, что такое? Ну, посчитай где-то на чем-то, на горохе или где-то. Устанешь считать. Это один миллион. А их разных. И каждый год прибывает от 7 тысяч до 7,5 новых обнаруживают. Это сегодня, при наших способах. Дальше. Животных. Сколько разных животных? Ну, во дворе посмотри. Там кошка еще бегает. 1,6 миллиона. Я когда просчитал, да это не может быть это. А оказывается, тут другое. Птиц сколько? 10 тысяч 933. 10 тысяч. Сколько птиц в нашей местности? Больше меня никто не знал. Я с детства занимался орнитологией. То есть с птичьими делами. Где какая гнездо бьет? Пастух на поле. И люблю их. А оказывается, крошка только. То, что я знал. Дальше. Подвидов разных, которые у птиц. 19 тысяч 893. Подвиды. Вот. Утка, да? А утки, бывайте, черки. Косатка там. То есть разные такие вот я. Тысяч. Дальше. И 160 разных птиц вымерло с 1500 года. Тогда уже отписали. Их нет нигде. Там потрабили. Там свои фермера были. Ну и по разным причинам выломили. И что читаем еще? Червей сколько мы знаем? Ну. Дождевой да навозный. Оказывается, 1500. Червей. Так. А бабочек сколько? 110 тысяч. И все цветные. Все по-разному. Почему эволюция-то одинаковых не сделала-то? И они одинаково могут спасаться. Одинаково знают. Но человек держит собаку. У собаки в 11 тысяч, кажется, 200 раз нюх больше, чем у человека. У свиней чуть не в два раза больше. Ворона летает. У нее чуть не в 30 раз больше нюхать. Бабочка еще чуть не в 100 раз больше вороны. Достаточно молекулы, чтобы она узнала, где находится и куда летит. Вот когда считаешь, что это люди ничем больше не занимаются. Сектология там разная-то. Дальше. Растений разных. Ну сколько растений? Да вот они тут. Бабочка косит их тут. 350 тысяч разных растений. Тысяч! Да какие же мы? Да что мы знаем-то? Помидоры, арбузы. Деревьев. 73 тысячи 300. Деревьев разных. Я могу сказать, только самые красивые считаются. Это я в Америке узнал. Белые. Когда тут Телия был, главный у них. Футболисты спросили. А в России что больше понравилось? Они говорят, бельёски. Только три дерева есть, у которых кора белая. Это береза. А мы должны, внимание, березу еще. Ну на дроба там, черешок сделать. Я видел там эвкалиптов дерева специально на машине. Она едет по городу и показывает. Ну ствол ее по толщине. Это обрезок там такой. Ну, к примеру, повыше меня вот такой вот, наверное, толщины. Ну она там больше тысячи живет. Дальше. Господь сказал, показывая Аврааму, что от тебя будет потомство, как звезды на небе. Ну, кажется, никогда не будет столько. Оказалось, что мы видим половину звезд, сколько можно видеть. Вторая половина на другом полушарии. А мы видим, то есть всего девять тысяч девяносто шесть звезд. Всего девять тысяч. А их уже девять миллионов. В тысячу раз больше, чем Аврааму было сказано. Ну это данные, я беру, конечно, не сам считал это. Дальше. Сколько у нас болезней от разных таких? Сколько? Ты прививку сделай от болезней. Болезней разных. Четырнадцать тысяч четыреста. Голова закружится и скажет, как же я живу-то. Оказывается, в человеке все есть это лекарство. И большую часть микробов у мужчин поглощает борода. И у нее там особо сейчас американцы исследовали. В бороде самой, которая все эти разные микробы уничтожает. И у них там где-то свой ОМОН есть, спецназ. Который в других государствах бывает с бородой и без бороды. Которые с бородой вернулись все живые. А у тех, чуть ли, 70% погибло. Почему? Вот тут вопросы. А вопрос касается, кто и оружие заедает. И он себя чувствует не как уютно. Берегите бороды. Господь с бородой, все святые были. Только нам нужно понять, что исследования идут о бороде много лет. И отрицательно не нашли ни разу, нигде. Итак, чтобы доказать, что эволюции не было и нет. Вот эти данные. А что будет суд Божий, несправедливость на земле. Слава Богу, что Он нам дает это понять. Ему слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.